Привет! Сегодняшний прямой эфир на тему того, что все делают для того, чтобы продать, но не покупают. Выгораю, надоело, не могу заработать. И еще огромное количество ошибок, которые не дают нам выходить на желаемый доход, желаемый уровень. Итак, пока всех ждем, давайте буквально пару минут познакомимся с вами, пишите, откуда вы, чем вы занимаетесь. Возможно, здесь есть мои коллеги, я буду очень рада, если я вам как-то помогу этим прямым эфиром. О, как-то нас сразу становится много, это очень-очень радует. И напишите, пожалуйста, как звук. Слышно ли? Я сегодня надела микрофон. И напишите. Я пока закреплю комментарий, пока у нас все подключаются. Так, пишу ошибки, продаж в нише свечеварения. Так, свечеварения и гипси. Так, никто не пишет. Напишите, пожалуйста, как слышно. Вижу, подключаетесь, но не пишете. Так, опубликовать. И прикрепить. Отлично. Девчата, напишите, пожалуйста, как звук, потому что слышно хорошо. Хорошо. Прекрасно. Я оставляла окно вопросник, скажем так. Добрый день. Добрый. И вы писали свои вопросы. Сегодня я постараюсь максимально подробно их раскрыть, для того, чтобы помочь вам увеличить продажи в нише свечеварения, в нише гипса. И давайте с вами познакомимся. Напишите, пожалуйста, кто вы. Вы работаете в нише свечеварения гипса, либо вы хотели бы попробовать эту нишу, либо вы в другой нише, но хотели бы увеличить продажи. Например, если у нас связана с вами ниша, там, например, ниша рукоделия, что-то такое. Напишите, пожалуйста, какая у вас ниша. И какие у вас есть затыки в продажах. Либо у вас все хорошо с продажами. Тоже напишите, пожалуйста. А в каком вы городе живете? Я живу в городе Одинцово, это Подмосковье, буквально 10 километров от Москвы. На данном этапе жизни, так сказать, живу пока здесь. Планирую куда-то уезжать за город на природу. Какой город, еще пока не знаю. Вот. И я написала себе ряд вопросов, которые встречались больше всего в вопроснике. Первое. Это как начать продавать, неумение продавать свой товар и услуги. И следующий вопрос, я просто хочу на эти два вопроса ответить вместе. Как понять свою целевую аудиторию? Разбираться в ее потребностях? И как понять, кто мой клиент? Смотрите, очень сложно идти в продажи, когда вы не знаете, а кто твой клиент. Да, какие у него ценности, что он хочет, что ему нравится и так далее. Это обычно называют целевая аудитория. То есть, когда мы полностью прописываем свою целевую аудиторию, нам легче ей продавать. Что это означает? Когда мы знаем боли целевой аудитории, например, ниша свечеварения. Когда, например, давайте опишем целевую аудиторию, например, когда девушка не умеет расслабляться, хочется ей как-то успокаиваться и так далее. Тогда мы можем предлагать свечи, например, именно заходя через эту боль. Мы ей просто предлагаем, вот, возможно, рассказываем через свой какой-то пример, говоря о том, что вот, мне благодаря свечам очень хорошо приходит расслабление. Я расслабляюсь, мне очень нравится потрескивание, мне очень нравится аромат и так далее. Если, например, это ниша гипса и ниша там, ну, в общем, декора из гипса, либо вообще ручная какая-то работа, будь это мыло, не важно что, да. Ну, в частности, конечно, гипс, то давайте пропишем целевую аудиторию, например, это хочется порядка в доме, хочется уюта в доме, да. То есть, кто наши клиенты? Люди, которые устали, например, от беспорядка, кому хочется интересный, например, декор в доме и так далее. И заходя через эту боль, когда мы знаем у нашей целевой аудитории вот эту боль, мы уже можем предлагать свое изделие, говоря о том, что вот, очень классно подойдет для уюта это изделие. Говоря о том, что, например, благодаря вот этому подносу можно в коридоре, либо в ванной комнате, либо в спальне, где вы спите, например, можно прибраться на столе и там на этот поднос красиво что-то положить и так далее. И зная вот эти вот боли нашей целевой аудитории, можно очень легко продавать. И таких болей может быть огромное количество, заходя от того, что хочется больше спокойствия, умиротворения, хочется уюта и так далее. И когда мы знаем, кто наш клиент, в каком городе он живет, что он любит, какие запахи и ароматы нравятся, если это свечеварение, какие цвета нравятся, если это, например, декор из гипса и так далее, нам уже довольно просто продавать. И когда мы уже, например, определились с целевой аудиторией, поняли, кто наш клиент, что ему нравится, мы уже начинаем предлагать. Если, например, вы новичок совсем и вам страшно перебороть вот этот вот как раз барьер, когда вам могут отказать, когда вас могут послать, если вы предложите там, когда вас что-то не так подумают. И отсюда вот я тоже выписала себе вопросы, что страшно продавать, например, страшно получить отказ. И довольно много на эту тему было вопросов. И как раз вот здесь нужно понять, а для чего вы вообще занимаетесь этим. Вы горите этим, вам нравится этим заниматься. И исходя из этого, нужно перебарывать себя и начать предлагать. Если вы пока боитесь предлагать на именно нишу, когда мы выходим в социальные сети, попытайтесь сначала перебороть себя и начать предлагать хотя бы друзьям, родственникам и собирать обратную связь. Это очень важный шаг, очень важный пункт, когда это является таким бустом в продажах. Потому что отзывы очень сильная вещь. Отзывы еще называются кейсами, когда там вы, например, хотите покупать какой-то обучающий проект. Мы всегда смотрим на результаты, всегда смотрим на точку А, например, точку Б выпускников и так далее. И то же самое в покупке свечей и покупке гипса. Мы всегда смотрим на отзывы, мы всегда, когда хотим что-то купить, например, это будет Валберис, ну, в общем, любой маркетплейс, вряд ли мы захотим покупать новый товар. Пошли огонечки, замечательно. Новый товар, где нет никаких отзывов, да, где нет хоть каких-то оценок. И очень важно на начальном этапе, да даже не то, что на начальном, в общем, с самого начала начать собирать отзывы. Это такой очень важный шаг, когда, как сказать, когда у вас будут начинаться продажи. То есть, если вы стесняетесь, просто попробуйте перебороть себя. В этом нет ничего страшного. Окей, откажут один раз, откажут второй раз, зато в третий раз напишут такой отзыв, что вы сами офигеете. Порой, например, наши клиенты просто забывают, хотят там поблагодарить нас, написать какие-то благодарности, но порой просто у нас настолько сейчас жизненный ритм, довольно вообще жесткий, что какой там отзыв написать там, покушать бы успеть, образно говоря. Вот, если мы просто напомним, не говоря, ну, не нужно, конечно, говорить, что напиши мне отзыв и так далее, я жду. Нет, ни в коем случае. Напиши о том, что привет, дорогая, там, как тебе свеча, как тебе декор из гипса. Я буду очень благодарна, если получу от тебя обратную связь. Всегда дружеский, общающийся со своим клиентом, и это приведет к хорошему отзыву, который в дальнейшем будет продавать. Всегда на своих курсах я своим ученикам говорю, что создавайте каналы в телеграм-канале, это очень удобно, если, можно, например, в заметках составлять. Скриньте все свои отзывы, пусть это фото-отзыв, видео-отзыв, просто отзыв в виде текста, неважно. И добавляйте в одно место все отзывы, чтобы вы в любой случай жизни, в любой момент, когда вам понадобится отзыв, могли его достать и показать клиенту. Нет ничего страшного в этом, если вы будете использовать одни и те же отзывы, например, в продолжительность какого-то времени. Сегодня, через месяц, через три месяца. Нет в этом ничего страшного. Это отзыв. Человек у вас купил, человек у вас приобрел, и неважно когда, отзыв, он есть отзыв. И благодаря этим отзывам вы будете повышать доверие к своему бренду, к себе. Тоже хотела сказать, если у вас есть какие-то вопросы, конечно же, задавайте. Буду очень рада на них ответить в прямом эфире, если они у вас по ходу дела появятся. Следующий вопрос, который тоже приходили, как привлекать больше клиентов, сложности с появлением новых клиентов. Смотрите, я недавно тоже выкладывала рилс на эту тему. Когда, например, у нас нет клиентов, и мы садимся, складываем ручки и думаем о том, что, блин, ниша какая-то не такая, клиентов нет. Вот я вроде сторис выкладываю, а продаж все равно нету. И так далее. Огромный список накапливается. Но подумайте о холодном трафике. Когда у нас есть своя родная, теплая вот эта аудитория, которую мы продаем, ну, давайте будем честны, она себя иногда изживает. Потому что, когда мы говорим одно и то же, показываем один и тот же аромат, пошли огонечки, замечательно. Там, показываем одну и ту же тарелку из гипса, показываем один и тот же подсвечник, то не то чтобы надоедает это нашим покупателям, но, как бы, картинка приедается, и они уже начинают просто так пролистывать наши сторис, и, ну, особо не смотреть их. И здесь нужно понимание того, что нам нужны новые люди. И когда у нас хотя бы там 5, ну, 10, наверное, окей, давайте хотя бы 5 человек в день новых приходят, это уже новый трафик. И проблема не то, что даже начинающих, вообще проблема мастеров по свечеварению из гипса, и, боже мой, язык заплелся, проблема мастеров по свечеварению и декору из гипса в том, что вы не привлекаете новый трафик, холодный трафик. А что это такое? Реклама, работа по бартеру, работа с блогерами, работа с своими друзьями, коллегами, когда вы просто рекламируете друг друга, это называется ВП, взаимный пиар, прописываете теоретическое задание, тезея друг другу, как-то прорекламировать себя, рассказать о себе. И таким способом вы можете привлекать новых клиентов. Чем больше будет приходить к вам новых подписчиков, давайте даже на более простом языке буду говорить, чем больше людей будет касаться с вашими фотографиями, релзами, сторисами, профилем, каналом, если это там YouTube, Telegram, неважно, да, там, в общем, с единицей контента, если будет взаимодействовать больше людей, то у вас будет и клиентов больше. То есть, смотрите, если вы, например, по рекомендации к вам придет 50 новых человек, дай бог 5 из них в месяц что-то купят. Если придет по рекомендации 100 человек, купят 10. И вот так вот так далее. Представьте, если там человек 500 в месяц приходит по рекомендациям к вам новеньким, какова вероятность того, что у вас увеличатся продажи? Высока. Но здесь уже, конечно же, нужно, опять-таки, понимание того, как выстраивать единицы вашего контента, скажем так. То есть, когда мы просто публикуем трендовые ролики, трендовые релсы, потому что у кого-то они завирусились, в этом нет никакого толка иногда бывает. Почему? Потому что они могут быть не по вашей тематике. Например, да, там вы увидели, как там девочка гладит кошечку, например, и там видео набрало, я не знаю, там миллион просмотров, выкладываете, а у вас 50. Такие ручки сложили, у меня релсы не залетают. И так далее. Старайтесь выкладывать каждую единицу контента, которая взаимодействовала с вашим товаром, с вашими подписчиками. Что это означает? Старайтесь, чтобы ваши подписчики, ваши потенциальные клиенты сохраняли ваш контент для того, чтобы, например, оставляли комментарии, да, там, например, там, можно в конце прописать, напиши плюсик и так далее. То есть, вот такое бездумное выкладывание просто, чтобы выложить хоть что-то, так не работает. То есть, вы должны от А до Я продумывать путь вашего клиента. Если вы этого не будете делать, то о воронке продаж можно даже и не говорить. Воронка продаж это то, о чем мы учим на курсе «Деньги на гипсе и богатый свечевар». То есть, именно простраивание вашего клиента по вашей воронке продаж. То есть, он посмотрит, увидит ваш рилс, посмотрит. Дальше он перейдет, вы, например, пропишите какую-то текстовую часть, продающую, да, то есть, перейди в актуальное, либо купить можно по ссылке и так далее. Иногда мы тупо забываем написать целевые действия для нашего клиента. Ну, вот как бы это ни звучало, но вот так оно и есть. Тупо иногда забываем прописать. И все, потеряли клиента, а то и два, а то и пять. Что это значит? Давайте вообще расскажу, что такое воронка продаж. Все вопросы я вижу, сейчас я отвечу, закончу мысль свою. Что такое вообще воронка продаж? То есть, вот есть единица контента. Например, пусть это будет рилс, возьмем. Рилс набирает тысячу просмотров, пускай это будет цифра тысяча. Тысяча человек увидели наш рилс. Пускай будет сто из них зашли на наш профиль. Пятьдесят из них подписалось на наш профиль. Десять из них зашли в магазин, если он у нас есть. Например, ссылка в шарке профиль, да, либо там просто актуальные там наборы, цены, неважно. И один из них купил. И вот эта воронка продаж, опять-таки, здесь возвращаясь к рекламе, к увеличению холодного трафика, да, то есть чем больше взаимодействует клиентов именно, потенциальных клиентов именно с рилсом, ну, неважно, с какой это единицы контента, пусть это будет там пост, сториз, там реклама какая-то, неважно, тем больше людей перейдет на вашу страницу, и тем больше людей, чем больше вероятность того, что человек может купить у вас, будет больше. Вот. Так. Видела вопросы, сейчас полистаю, посмотрим. Как донести ценность продукта людям? Так, сейчас отвечу. Как донести ценность? Смотрите, некоторые пытаются донести ценность, снижая саму цену, да, но это неверные шаги. Все, например, мы знаем ценность айфона. Все его хотят, но не все могут себе его позволить. Это просто пример сейчас приведу и раскрою мысль. А все знают вот эту ценность, и все просто горят желанием, ну, практически все, что айфон это классный телефон, в котором очень много просто офигенных функций. И если, например, айфон стоит там 100 тысяч рублей, а нам сейчас говорят, вот телефон, купи его за 20 тысяч, вот сейчас я продаю, вот даже если у вас нет денег, вы найдете, потому что вы знаете ценность айфона, вы хотите этот телефон, и если на него огромная скидка, то вы, конечно же, приобретете. Вот. Но такой шаг не всегда верный. Как доносить ценность продукта? Например, вот у нас есть свеча. Пускай будет свеча. Допустим, она будет стоить, давайте, 3 тысячи рублей, чуть выше среднего. У вас, вот, например, я предлагаю. Скорее всего, вы такие поморщите брови, поморщите лоб, скажете, 3 тысячи рублей за свечу, ты что, скуку? Но, вместо того, чтобы делать скидку, я сейчас хочу повысить ценность этой свечи. Добавляет мысль о том, что я записываю охеренные медитации, мои медитации можно найти в приложениях, и к этой свече вам идет в подарок вот такая-такая медитация на проработку таких-то, таких-то ситуаций. Согласитесь, ценность этой свечи вырастает. Либо как еще можно, например, ценность декора из гипса повысить? Окей, здесь можно пойти более длинным путем. Например, какой-то красивый комплект, да? Поднос, вазочка, там, свеча в гипсовой форме. Неважно. Здесь можно поработать с каким-то классным блогером, сделать взаимный пиар. И его отзыв можно использовать как ценность этого набора. То есть предлагая, например, какую-то более высокую цену, либо ту цену, за которую вас никто не хочет покупать, ну, скажем так, по-грубому. И показывая сразу, например, после набора, рассказывая о том, что посмотрите, что вот о нем сказал вот этот блогер, у которого много подписчиков и так далее, вот даже довольно там популярные люди у меня приобретают такие наборы. Все, ценность взлетела. У нас у всех есть, давайте скажем по-грубому, вот этот вот внутренний инстинкт, когда всем надо и мне надо. И вот здесь у человека также срабатывает этот момент, когда, ммм, а я тоже хочу теперь. Вот. И я таких примеров могу предлагать неимоверное количество. Да, то есть как повышать ценность? Добавить какой-то, например, если там декор из гипса, если это какая-то вазочка, например, сухоцветы, пускай будут, да? То есть скажи о том, что ты собирал эти сухоцветы сам, и в нем столько любви, столько просто вложений душевных. И если ты приобретешь вот эту вазочку из гипса, то в подарок вот эти вот сухоцветы красивые, шикарные. Покажу упаковку и так далее. И вот это и есть ценность продукта. То есть старайтесь не всегда следовать снижению цены. Иногда просто нужно донести немножко ценности, да? То есть если человек у вас не покупает, то вы просто не показали ценность этого продукта. Так, напишите, если ответила на ваш вопрос. Сохраните, пожалуйста, прямой эфир. Сейчас нет возможности посмотреть. Сохраню. Так, все. Следующий вопрос, который я хотела сказать. Как научиться уверенно продавать свой товар? Хм, вот здесь вот я... Здесь даже, наверное, синдром самозванца больше играет. Так, я прошу прощения, что я смотрю в ту сторону. У меня просто так много, горизонт. Красиво. Как доносить, точнее, как продавать уверенно свой продукт? Наверное, первое, что нужно сделать, это вылюбиться в него. Потому что если мы сами не понимаем весь кайф в нашем продукте, то, скорее всего, мы продавать будем его довольно скованно. Да, мы не сможем сказать о том, что, блин, у меня охуенная свеча. Извините за мой французский, да? Да, блин, я просто кайфую, вы посмотрите, какой офигенный у меня поднос из гипса. Я сделаю своими руками, вау, я просто в восторге. Согласитесь, когда вот эти вот эмоции есть... Да, спасибо, отлично. Согласитесь, когда есть вот эти вот эмоции, покупать хочется более охотно. Когда человек прям с энергией рассказывает, когда человек влюбленно, горящими глазами говорит о том, что, блин, я просто в восторге от того, что я делаю, и я в восторге вот от того, что ты получишь после того, как купишь у меня, то, конечно же, продавать будет намного легче. Ты уже более будешь уверен и так далее. Конечно же, здесь дело качества тоже имеет огромное значение, потому что если мы будем продавать некачественный товар, но будем в нем уверены, то, скорее всего, когда мы его будем продавать, полетет ответочка из отзывов, что товар некачественный, там, если это гипс, там, сколы, пузыри, если это свечи, там, отливший воск, трещины в воске и там так далее, да, там, аромат невкусный, не пахнет, то, конечно же, наша самооценка упадет, и здесь получится замкнутый круг. Поэтому здесь, конечно же, важно качество и влюбленность в свой продукт. И тоже очень важный момент. Я говорила про воронку продаж, тоже хочу немножко дополнить. Кто знает про правила трех секунд? Это да и важнейшее просто правило, когда нам нужно успеть в три секунды заинтересовать человека. То есть, возвращаясь к воронке, о которой мы говорили ранее, человек заходит на нашу страницу, и за три секунды он понимает, нравится ему наша страница или не нравится, подпишется он на нас, не подпишется, зайдет в актуальное посмотреть, цены, наличие, ассортимент и так далее, все актуальные, или не зайдет, захочет он купить или не захочет. И вот этот весь путь лежит в первых трех секундах. И что нужно вложить в эти первые три секунды? Во-первых, цепляющая шапка профиля. Например, найдите свою изюминку, то, что именно цепляет вас. Вот, например, я считаю своей изюминкой то, что я прописала в шапке профиля йог, который варит оргазмические свечи. Я в бывшем, в прошлом занималась йогой, у меня был блог о йоге, и в медитации мне пришла идея свечеварения, декора из гипса. И вот эту вот идею я несу с собой. Я весь свой путь говорю о том, что я йог, который варит оргазмические свечи. У меня даже профиль так называется. И вот эту свою уникальность, УТП, как это еще говорится, уникальное торговое предложение, если идти немножко дальше, нужно вкладывать в эти три секунды. Далее нужно говорить в шапке профиля, например, ну, можно вписать город, например, кому-то очень важно, чтобы купить быстро, купить в своем городе и так далее. Пропишите, например, как в тортиках, в тортах важный атрибут, там, например, вот многие пишут бента за час. Все, огромное количество клиентов пойдет к этому человеку, кто делает торты. То же самое в свечеварении и в гипсе, да, там, сделаю заказ, правлю заказ в этот же день. Неважно, да, то есть напишите свое уникальное торговое предложение, которое может зацепить вашего клиента, потенциального клиента, который придет на вашу страницу и захочет подписаться или не подписаться, купить или не купить. Это очень важно. Также первые три поста. Закрепы, как я еще их называю, продумайте, что там должно быть написано, какой путь должен пройти ваш клиент потенциальный. То есть вы должны полностью от точки А до точки Б, то есть от первого видения вашей страницы до совершения покупки, полностью прописать. И это то, чему мы учим на курсе богатый свечевар и деньги на гипсе. То есть когда вы без выгорания, без каких-либо таких вот издурительных продаж, когда вы просто пытаетесь в стори что-то продать, но у вас не покупают. То есть именно, что такое воронка продаж? Это когда вы полностью прописываете путь клиента, и тогда клиент покупает без вас. Это вау, когда клиент просто кликает на корзину купить, и вам приходит заказ, либо вам просто пишут сразу же клиент, по несколько клиентов в день, что можно купить, можно заказать. Это офигенное чувство, когда тебе не нужно постоянно мелькать в сторис, показывать ассортимент. Это важная часть, конечно же. Но иногда это очень сбирает энергию сильно. Ты из этого выгораешь. И здесь ты должен прописать в воронке продаж путь клиента. Сейчас расскажу какой. То есть когда клиент заходит на вашу страницу, что он должен первым увидеть, какую картинку, когда он зайдет на эту картинку, что он должен увидеть в текстах. То есть вам нужно прописать. Сначала идет визуальный контент. То есть первые три секунды визуальный контент вашего магазина, вашей страницы. В данном случае мы, например, говорим об Инстаграм. Далее он кликнет на какой-то пост, на какой-то рилс, на видео, сторис, неважно, актуальное, посмотрит текстовую часть. И в этой текстовой части у вас должно быть четкая пропись того, что должен сделать клиент. Иногда мы это реально забываем, но очень важно в конце, либо в начале, либо где-то написать там подпишись, заказать здесь и так далее. Вот эти все пути нужно прописывать. очень важный момент, когда мы, например, гоняем аудиторию из разных социальных сетей. У меня, например, есть YouTube, есть TikTok, в котором почти 100 тысяч подписчиков, есть Telegram-канал, где почти 700 подписчиков. И вот здесь очень важно гонять аудиторию. из YouTube гонять в Instagram, из Instagram гонять в Telegram. И очень интересная вещь того, что вы, например, выложили одну единицу контента. Как не выгорать от того, что вы постоянно генерите контент? Выкладывайте, ну, не скажу одно и то же, но если, например, это видео Reels, да, этот же Reels можно выставить и в ВКонтакте видео, и в Шортсе в YouTube, и в TikTok видео. И тем самым вы будете привлекать этот холодный трафик. И это та же самая воронка продаж. И если вы хотите больше узнать вот именно о воронках продаж, то это, конечно же, на курс, потому что там я прям прописываю, проговариваю у нас целые уроки, целый модуль про то, как легко создать эту воронку продаж для того, чтобы у тебя было очень много клиентов, которые, проходя вот этот весь этап, всю воронку продаж, да, от 1000 человек, который увидели, до там 5 человек, которые купили, и до одного человека, который стал твоим постоянным клиентом, да, то есть для того, чтобы увеличивать вот это самое верхнее число, количество людей, которые просто впервые провзаимодействовали с вашим контентом до последнего, да, то есть для того, чтобы увеличивать это число, для того, чтобы был постоянный холодный трафик, нужно, конечно, генерить контент и прям максимально стараться захватить все площадки, вот, Ну, из этого, конечно же, не выгорать. Это очень просто и легко сделать. Если у вас какие-то вопросы есть, я пока глотну воды, у меня в горле что-то пересохло. Вот. Так, здесь у меня еще были вопросы, как преодолеть страх неудач и боюсь, боюсь прогореть. То есть, смотрите, за последнее время в моей жизни очень много фраз сталкиваются, что относись вообще к любым жизненным ситуациям, как к игре. Если у тебя что-то не получилось раз, не получилось два, и что? Да, ну вот, по сути, а что страшного, что тебе отказали, если ты сделал определенную, например, рассылку? О рассылке сейчас тоже, кстати, скажу очень важный момент. Напомните, если я сейчас забуду. Получается, если вы там кому-то сделали предложение какое-то, а вам отказали, и что? Проживите эту ситуацию, например, да, если вы все-таки безумно боитесь, что вам кто-то откажет, например, да, предлагая свой продукт, предлагая свечу, декор из гипса. А что будет, если вам откажут? По факту ничего, вам просто откажут, и вы дальше пойдете предлагать свой продукт дальше. Например, это как сотрудничество с салонами и так далее под реализацию, да, там, предлагая одному салону один отказал, зато второй согласился, и у тебя прибыль. Вот. Кстати, о том, как искать площадки для продаж, тоже я прям подготовила очень большой гайд в курсе «Деньги на гипси и продажи для богатых свечевар». Прямо 50 пунктов, как продать продукцию за один день. Это прям, прям я горжусь этим гайдом, потому что там, ну прям реально, вы прям в этот же день можете продать, и в этот же день можно заработать, если выполнить хотя бы там один пункт из этого списка. Я прям очень долго сидела, писала. Вот. И возвращаясь к страху, что, окей, вот вам отказали, и что? Посмотри на эту ситуацию с точки зрения игры, с точки зрения того, что ты просто пробуешь разные гипотезы. Да? Не получилось так. Угу. А как вот можно докрутить и попробовать по-другому? Угу. Попробовал по-другому. Угу. Вот здесь вот классный сделал шаг вот этот. Давай-ка в третий раз попробуем его применить, но уже с другой стороны. И так далее. То есть на каждую свою неудачу старайся смотреть со стороны просто смотрителя. И окей, один раз не получилось, пятый раз не получилось, зато десятый раз получилось так, что ты сам офигел от того, что ты так можешь и умеешь. То есть здесь у меня недавно была ситуация в отзывах, девчонки тоже, одна девушка у меня написала, что я даю очень много домашних заданий, которые помогают именно в продвижении, именно в развитии блога. И одно из домашних заданий на курсе – возьми себе челлендж. Будь это там 7 дней, будь это 30 дней. Одна ученица у меня написала, что, блин, да, классно, надо попробовать этот челлендж. Интересно, что получится. Другая ученица написала, что не всегда хорошо брать такой челлендж. Здесь будет тратиться очень много времени, очень много нужно думать над именно качеством контента и так далее. Но просто вот рассмотрите ситуацию и точки подхода этих двух девушек. Никого не хочу обижать. Я просто рассказываю свое мнение на этот счет, не называя имен, просто вот хочу поменять немножко ваше мировоззрение. Кстати, очень интересная книга, называется «Радикальное прощение». Почитайте, пожалуйста, там вот именно про то, как рассматривать жизненные ситуации. Немножко не по теме сейчас сказала, но просто прочтите ее, и ваша жизнь очень сильно изменится. Именно вот этим вот лайфхаком я научилась в этой книге. И там вот как раз-таки, смотри, вот, например, можно рассмотреть ситуацию, когда ты берешь себе челлендж, 30 дней рилс. Один скажет, вау, это очень классная возможность, а другой скажет, у меня там нет времени. Скажет, что, например, это там сложно, именно энергозатратно, время затратно и так далее. Но когда ты, например, новичок в своем деле, и ты хочешь взять этот челлендж, конечно же, есть такое понятие, что контент должен быть качественным. Но когда ты новичок, ты не совсем понимаешь, что такое качественный контент. И сейчас, чтобы мысль не потерять, чтобы до конца довести простыми словами, чтобы, получается, ты еще не понимаешь, что такое качественный контент, и для того, чтобы понять, тебе нужно попробовать взять гипотезы, рассмотреть эти гипотезы. Что, вот, например, в первом челлендже зашло, что не зашло. Да, там, например, первый раз челлендж, что берешь себе 7 дней на выставление ежедневного выставления рилсов, у тебя там видео набирали там по 100 охватов. Окей, ты такой смотришь. А вот здесь вот я классно написала продающую текстовую часть, а вот здесь вот классная картинка, да, то есть здесь у меня больше всего охватов. А в следующий раз, в следующий челлендж, ты уже берешь, там, какие-то лайфхаки, которые ты для себя взял из первого этого челленджа, несешь во второй челлендж. Ты уже тратишь меньше времени, меньше умственного, да, такого осмысления, что написать, что выложить и так далее. Ты уже знаешь, на что реагирует аудитория, да, на какой контент ставит больше реакции. А алгоритмы Инстаграма, они какие, чем больше твоя аудитория взаимодействует, ставя комментарии, сердечки, сохранения, репосты, тем быстрее взлетает ролик вверх. И рассматривая просто как гипотезы и пробуя каждый раз что-то новое, не боясь неудачи, ты очень классно взлетаешь. Хочу рассказать свою историю, когда я неоднократно брала челленджи по 10, 15, 30 дней, ничего не получалось. Но когда я начала с осмыслением брать эти челленджи и обдумывая, а что зашло, а что не зашло, в каком там рилсе зашло что, там, картинка, текст, да, где больше сохранения и так далее, когда я уже более четко стала подходить именно к вот этим челленджам, не просто снимая тренды бестолковые, где нету никаких целевых действий, где ты нигде не прописываешь, не продумываешь путь своего клиента, не составляя никак воронку продаж, то вот именно когда ты продумываешь, ты уже начинаешь взлетать. И когда я начала полностью обдумывать вот эти вот каждые шаги и целевые действия, то мой ролик набрал 300 тысяч просмотров. Это вау, это классно. И сейчас каждый мой там третий, четвертый, пятый ролик, можете посмотреть все мои рилсы от 50 тысяч, 100 и так далее. До миллиона я, конечно, еще не дошла, но знаете, какая была моя ошибка в самом первом ролике, который у меня набрал 300 тысяч просмотров? Я не поставила целевое действие. Я просто сняла красивый рилс под вдохновляющий текст, как я там что-то делаю, и никакого целевого действия. То есть я вот эти свои 300 тысяч просмотров просто слила в унитаз. Они у меня были, принесли мне просмотры, но они не принесли подписчиков, заказы и так далее. Вот сейчас просто подумайте, для кого-то, возможно, будет инсайт. Прописав я там хоть какие-то целевые действия, например, подпишись, для заказа перейди сюда, там, либо здесь, например, влюбляю в свечи, влюбляю в гипс, подпишись, у меня там уютно и так далее. Представьте, сколько бы этот ролик принес мне подписчиков и сколько заказов. И когда мы рассматриваем и подходим к контенту именно с пониманием того, что твой клиент иногда забывает что-то сделать, иногда он смотрит твой контент, особо не вчитываясь, но увидев фразу «подпишись» и понравившись ему картинка, например, если понравится, то он подпишется. И порой какое-то вот это одно тупое действие, которое мы забываем написать, прописать, показать, может именно забрать у нас клиента. И когда мы начинаем осознанно подходить к каждой единице контента, у нас случаются продажи по любви. Когда мы выложим одну историку, и у нас придет 10 заказов. Когда мы выложим один рилс, и к нам придет 100 подписчиков и так далее. И таким образом у меня за полмесяца пришло более 1000 подписчиков. У меня с одного рилса приходят по 5-10 заказов и так далее. И как вот это сделать, я уже обучаю именно на курсе, кто захочет вот именно сделать продажи в легкости, то, конечно же, welcome на курс. Вот. Наверное, на этом закончу, потому что я хотела уложиться в час. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, напишите. Вот. Я посмотрю, какие еще были вопросы именно. Вот. Прогореть, вложить и потерять деньги. Тоже важный такой момент. Один из вопросов важный. Я, наверное, очень много сказала для того, чтобы ответить на этот вопрос. Где протестик? Сейчас отвечу. Вот. Прогореть и вложить деньги, потерять их. Когда ты перестаешь бездумно идти в контент, просто выложить хоть что-то для того, чтобы хоть кто-то хоть что-нибудь у меня купил. Нет. Ну вот здесь прогореть есть вероятность 100%. А когда ты подходишь уже к контенту именно с точки зрения того, что ты точно простраиваешь путь своего клиента, здесь уже прям любовь. Я прям с каждого, с каждой продажи, не то чтобы продажи, в плане с каждой сториз, где я продаю, скажем так, где я даю какую-то ссылку. То есть если вы заметили, то я не даю ссылки каждый день. Да, потому что у меня достаточно заказов. И если я буду давать ссылки больше, то я просто не буду справляться с этими заказами. А как я к этому пришла? К тому, что я простроила путь клиента, я простроила контент свой так, чтобы мне максимально минимизировать, затрачиваемое время на продвижение соцсетей. на выкладывание контента. Потому что выкладывание контента, продумывание, как снять видео, это же очень много времени занимает. Это занимает очень много каких-то таких моментов, когда ты эмоционально устаешь, потому что тебе нужно подумать, собраться там, накраситься и так далее. Еще огромное количество вообще моментов, которые забирают нашу энергию. А энергия в этой жизни очень много значит. И когда мы просто, извиняюсь за ебаные, выходим в сторис и говорим, что ну купи, ну вот смотри. Никто не купит, никто. Но когда мы выходим с тем, что блин, нету свечи рядом, ничего нету. Вот, вот этот стакан воды, просто наивкуснейшая вода. Вау, мне так нравится. Вот ссылка, возьми. Я просто горю желанием поделиться этой водой с тобой. Все. Продажа. То есть очень важна энергия вообще в любых продажах. И если вы без энергии выходите в сторис, выходите именно в продажи, то здесь равно выгорание. Равно прогорание. Равно просто потерять деньги, вложение в обучение и так далее. И я тоже говорила недавно в сторис, эту тему раскрывала, что даже вот в своем обучении я с самого начала топлю за то, чтобы вы на энергии проходили это обучение. Да? Потому что сколько мы проходим обучений? Огромное количество проходим. Ну согласитесь. Я, например, у меня каждые 3-4 месяца курс какой-то по саморазвитию, по личному бренду, по продажам и так далее. И если без энергии это все проходить, без мотивации какой-то, то эти курсы бесполезны. И для того, чтобы этот курс был максимально, как сказать, продуктивным, максимально результативным, тебе нужно поставить какой-либо артефакт. Что ты сделаешь, когда закончишь курс? Ради чего ты хочешь продавать? Ради чего ты хочешь получить результат на этом курсе? И вот это прямо, я очень топлю за это задание. Это первое домашнее задание вообще при этом учении, скажем так, на курсах моих любых вам нужно поставить артефакт. И я очень придираюсь к девчонкам, потому что девочки переделывают это домашнее задание не по одному разу. Я прям говорю, не подходит, переделывай. То есть вы должны четко прописать, ради чего вы поднимете попу и начнете с энергии продавать, начнете добиваться результатов, начнете захотите что-то делать. Потому что можно просто посмотреть уроки, и сказать, интересно, и ничего с этим не сделать. Ну давайте будем честными, потому что сейчас очень много онлайн курсов, которые просто заполонили инстаграм. И согласитесь, проходя каждый, мы уже путаемся, что интересно, что неинтересно, что полезно, что не полезно. Но очень важна мотивация в прохождении. И я прям именно топлю за мотивацию в прохождении своего курса. И вы прям очень классно добьетесь результатов, поставив именно цель на весь курс. Так, где прочесть о курсе? О курсе у нас старт продажи будет 29 числа. Сейчас прочесть пока нигде нельзя. Можно прочесть в Актуальном, Обучение гипс, там много информации. Можно зайти на старую страничку сайта, там тоже очень много интересной информации. В шапке профиля. Там прям по кнопочке можно пройти и получить всю информацию. На тот рилс, где у вас 300 тысяч просмотров, разве нельзя в тексте добавить целевое действие? Смотрите, здесь очень сильная штука является визуальное восприятие контента. И если бы в текстовой части, в описании, конечно, можно, да, что я и сделала. Этот рилс до сих пор смотрится и до сих пор у меня идут с него подписчики. Но если изначально в рилс вставить в конце целевое действие, не в описании, а в самом, в самой картинке, да, в самом видео, потому что они все доходят читать текст, многие смотрят просто картинку. И если там прописать это целевое действие, результат будет выше. Вот, то есть это такие маленькие лайфхаки, которые очень важны в именно правиле трех секунд, которые я называю, потому что, ну, на самом деле, вот если вы постоянно, выкладывая каждую единицу контента, думаете о правиле трех секунд своих, то вот прям по-любому будут продажи. Далее, какие у нас еще вопросы были? Так, так, так. Ну, на самом деле, они все одинаковые, более-менее. Много дела, продаж так и нет. Руки опускаются, нет желания творить и создавать. Ничего не выходит. Ну, собственно, это то же самое. Это про энергию, это про то, что вы не продумываете путь клиента, это про то, что вы постоянно очень много тратите время на создание контента, который просто по факту ничего не делает, и это никак вам не помогает продавать. Здесь дело в этом. Так, так, так. Ну, наверное, вот эти вопросы все. Если у вас еще есть вопросы, пожалуйста, напишите. Поняла, спасибо за ответы. Всегда пожалуйста. Я постараюсь сохранить эфир, вижу, что много просят сохранить эфир. Постараюсь. Иногда вот сейчас прям может вылететь эфир, и как бы я с этим ничего не смогу сделать. Инстаграм очень такая интересная штука. А, огоньочки пошли, приятно. Вот. И хочу сказать, что у нас старт продаж курса деньги на гипсе будут 29 числа, в понедельник. Поставьте себе уведомление. Я сейчас еще сразу после эфира в сториз выложу информацию, когда будут продажи, и поставлю окошечко, для того, чтобы вы могли кликнуть на него, и Инстаграм вам напомнил о продажах. Почему это важно сделать? Потому что первый день будут самые минимальные продажи. Не продажи, а цены на курс. То есть, по такой цене вы больше не зайдете. Никогда. То есть, это самая минимальная цена, которую я готова дать именно на курс. Следующий бонус, почему нужно успеть попасть на курс именно первый день продаж, это то, что именно в этом потоке будут бонусы. для тех, кто купит в первый день продаж, второй тариф, начиная со второго тарифа, вам бонусом придет бокс для работы. То есть, вам ничего не нужно будет заказывать, то есть, вы сразу будете смотреть уроки, и сразу будете из готового бокса создавать декор из гипса. То есть, ну, это ли не счастье? Это вау! Я долго шла к этому, очень хотела давно это сделать, но никак не решалась, потому что с каждым разом учеников становится все больше, и боксов очень мало. И только вот первым людям, которые успеют попасть по минимальной цене, вот, будет бонусом, подарком этот бокс. Он будет классный. Там будет гипс, там будет принадлежности, там будет молд, для того, чтобы вы смогли залить и создать, сделать уже свое первое изделие, которое вам, вы кайфанете от него, просто вот, ну, гарантированно, потому что создавать изделие из гипса, заливать, процесс размешивания, процесс заливки, процесс доставания из формы, это что-то с чем-то, это не сравнить на самом деле. Я помню, когда я заливала свое первое изделие, когда заливала первую свечу, первую форму из гипса, у меня просто тряслись руки, потому что это было так страшно, но это был такой толчок к чему-то такому новому, к чему-то просто кайфовому. Я не ожидала, что результаты будут настолько классные, потому что, когда ты влюблен в то, что ты делаешь, у тебя настолько продажи идут, они настолько по любви, они настолько в легкости, и действительно, когда ты будешь влюбляться вот именно в гипс, в создавание каких-то изделий, когда ты будешь их лачить, когда ты будешь их просто видеть готовые изделия, ты будешь охраневать от того что это сделал ты ты офигеешь у тебя вот это твоя влюбленность будет передаваться энергией и твой покупатель будет также влюбляться в то что ты продаешь как я уже сказала ранее что энергия очень важно максимально важно в данном случае если вы без энергии будете продавать то продаж будет очень очень мало очень важная информация этот поток будет последним где доступ вы получите навсегда еще раз повторю последний поток где доступ навсегда начиная со следующего потока доступ будет ограниченный в районе 3 6 месяцев если вы хотите получить информацию и все обновления в последующем получать безграничный доступ к чату где каждый месяц будут пополняться учениками новыми идеями новыми какими-то взаимодействиями новыми вообще мыслями новым новой информации полезной новыми поставщиками то вам нужно именно в этот поток потому что этот поток будет последний поток с безграничным доступом это очень важно сколько длится курс курс длится два месяца получается в первый месяц мы изучаем гипс и начинаем изучать продажи мы изучим в первый месяц более 15 самых топовых техник которые вот именно сейчас в тренде до в тренде это мраморная техника мы изучим там чуть ли не по моему более трех вариантов как делать мраморную потому что ее может сделать настолько по-разному настолько красивыми мраморное изделие получается настолько каждая уникальная невозможно ешь и заработала все тут у меня просто пропал сигнал я не понимаю меня сейчас видно или не видно пожалуйста напишите что меня видно я не досказала у меня еще немножко так если вот сейчас в ближайшую минуту никто не напишет я выключаю эфир потому что потому что что-то какой-то тупняк пошел со связью о да видно супер боже мой сейчас и вот мы видно замечательно спасибо что никто не ушел она у меня все вылетело экран погас и мы изучим более 15 топовых техник да то есть мы изучим вот этот вот разваливающийся эффект где у нас просто там я не знаю например там визуально сломанные изделия там камни эти вот драгоценные красивые сверкают то есть мы изучим офигенные техники которые вот именно сейчас в тренде которые заработал замечательно которые вот сейчас вот именно очень все любят не просто обычно однотонные изделия их мы тоже научимся делать как окрашивать в однотонные изделия как обрабатывать это все безусловно но вот я говорю именно с продающей части да мы изучим самые трендовые топовые вот эти вот техники которые классно продают вот далее мы изучим упаковку да потому что упаковка очень важная вещь упаковывая просто в пупырку то конечно же здесь мы можем рассчитывать на другой сегмент людей и на другой ценовой сегмент потому что с самый там визуально не особо привлекающий упаковкой конечно же за дорогу нас покупать не будут если мы хотим чтобы у нас покупали за дорого то нужно конечно же немножко эмоционально вложиться в упаковку продумать ее продумать каждый листочек каждый каждую ниточку и так далее то есть мы вот будем работать с упаковкой я вам дам всем поставку всех поставщиков где закупиться максимально дешево вот прям вот максимально дешево для того чтобы не тратить огромное количество денежных средств потому что покупая в розничных каких-то магазинах цены бывают в четыре раза дороже я когда это узнала я просто охренела если честно потому что когда я просто закупилась первый раз у меня был ценник такой а потом я закупилась у своих поставщиков и просто я офигела что как бы где вы были раньше вот дальше мы уже будем изучать модули по продвижению разрабатывать полностью воронку продаж будем разговаривать о том будем как раз таки простраивать путь клиента будем создавать stories которые цепляют которые продаются одной stories будем рассматривать площадки для продвижения для продаж как я сказала что у вас будет офигенный гайд именно в способах продажи то есть гайд где 50 способов продаж которые помогут продать за один день которые продадут за один день как бы да вот сейчас даже элементарно я скажу мало кто знает о том что даже мало кто думал о том что можно сделать рассылку и в этот день получить заказ вот просто вот ну вот это самое минимальное действие которое можно сделать просто сделать рассылку в телеграм телеграм-канал любые просто сделать рассылку но для того чтобы эта рассылка заработала нужно писать offer который продает и здесь включается мысль о воронке продаж до нужно в этом оффере что такой offer продающий текст до для того чтобы сделать рассылку в этом оффере прописать максимальное количество действий клиенты который должен сделать и когда вы правильно пропишите offer заголовок оффера то продажи будут максимально много в этот день и так далее я научу вас делегировать потому что иногда нам кажется что для того чтобы нанять помощницу начать делегировать нужно огромное количество денег и выйти на делегирование на помощницу можно там только когда доход выше 100 тысяч рублей нет я вас научу как легко именно начать делегировать и дешево потому что порой иногда очень важно отдать дела которые у нас забирают энергию но об этом в курсе потому что это пипец какая информация вы просто у вас будет разрыв шаблона следующий модуль и после продаж мы будем выходить на marketplace и и здесь конечно уже следующий уровень для более продвинутых да то есть если вы захотите уже больше зарабатывать получать продажи не продавая вообще да то есть именно загрузить товар и просто получать продажи то это в третий модуль это уже выходя на marketplace и здесь нет ничего сложного здесь я вам полностью от а до я расскажу как выйти на marketplace и как легко там продавать и получать просто заказы каждый день это вал потому что ты ничего не делаешь а к тебе на счет падает денежка это классно вот так рассылки своими руками или заказывать у кого-то здесь уже по вашим вообще пристрастием скажем так то есть если как бы вы хотите заказывать заказывайте если хотите делать сама то делайте сама то есть здесь я конечно топлю за делегирование чтобы кто-то делал рассылки вот но здесь уже на ваше усмотрение все я заканчиваю прямой эфир хотел уложиться в час но блин не уложилась с этим еще вылетевшим эфиром вот что хотела сказать я все сказала на все вопросы надеюсь ответила я буду очень благодарна если вы в комментариях напишите о том что это самый лучший эфир то что у вас очень много инсайтов если у вас какие-то вопросы остались пожалуйста напишите информацию о курсе я напишу в описании и еще раз зайдите stories на кликните на иконочку чтобы instagram вам напомнил что 29 числа начнутся с продажи курса по гипсу деньги на гипсе по минимальным ценам все я прощаюсь пока